Богертов, и мы с вами находимся на четвертой мишне первой главы трактата «Брахот Седера Зраим». В прошлый раз мы с вами говорили, мы начали с того, когда нужно читать шма вечерний, когда нужно читать шма утренний. Потом говорили о том, как его нужно читать, каким образом. Лёжа, стоя, спор, ведь шамая, бейт-йенеля, история с Раби Тарфоном. А четвертая мишна начинает говорить, в принципе, о теме главы, она называется «Брахот». Мы вообще должны говорить про благословения, а не про шма. Так вот, у шма нужно знать, есть у шма семь благословений. Утром три и вечером четыре. Те, кто молятся Шахарит и Марев, они знают, что утром у нас есть три благословения, два до, одно после. И вечером есть два до и два после шма. Откуда мы это учим? Мы это учим из Пасухавты и Лим, как говорит Давида Мелох, он там говорит, «Шевабайом гилалтиха ан мишпатей циткеха». «Семь раз в день прославлю тебя за повеление справедливой твоей». И пишет там Раши, что «семь раз в день» понятно, это «семь благословений». А что такое мишпатей циткатеха, законы справедливости твоей? Это имеется в виду шма, которая история. А есть, которая объясняет, что бешалоша парашьет шриклият шма, кто вим шима мишпатеха циткеха. Что про три раздела, про три главы шма написано «шима мишпатей циткеха». То есть имеется в виду «семь заповедей». Почему? Потому что там есть «тфилин шельяд», «тфилин шельрош». Там говорится про мизузу в шма. Проговорится про цитсиот, а это уже четыре. И получается семь. И поэтому у шма Исраэль, но это не в Мишне, это пока просто вступление. Но поэтому у шма Исраэль есть семь благословений, потому что в шма содержится семь митсвот, семь заповедей. Цфилин ручной, цфилин головной, как мы сказали, четыре кисти цицита и мизуза. Так все это вместе дает семь. Поэтому семь благословений. Три в шахарит и четыре в марев. И брахот Элу, и нам брахот Шакриану. Но надо знать, что эти благословения, они не просто благословения на шма. Прямо как, вот знаете, благословения на цицит. Нет цицит, а нет брахи. Тут немножко не так. Бывает иногда, как мы сказали, что заповедь шма уже ушла, но ты все равно читаешь благословения на нее. А как такое может быть? Нет яблока, а ты говоришь на него браху. Очевидно, здесь что-то другое. А она не похожа на все остальные благословения на заповеди. Яблока, благословения, это брахота Нейнин. Мы говорим про брахот Шэн Митсвот. Да, над филин, над цицит. Тут немножко по-другому. Шэн мы брахим о шэн, потому что мы не говорим в благословениях на шма, мы не говорим о шэн Кичарбе, мы ставят Сивану Ликроя Чма, который заповедовал нам читать шма. Такой брахим у нас нет. А что есть? Мы упоминаем, да, саму суть благословения. Была установлена, да, благословение, Йоцер Ор, создавший свет, на то, что вообще есть свет, что есть световая часть дня, что есть свет. И мы говорим Ахава, Раба, или Ахава Тулам, по-ашкенадски, по-сифаски, архиву в Лимуна Тура, на то, что у нас есть обязанность изучать Тору и так далее. И поэтому их постановили до и после шма. И человек, который говорит, не обязан говорить, они выводят тебя, то есть не нужно говорить, Ахава Тулам, но в Иерусалимском Талмуде написано так, Каждый, кто исполняет семь раз в день прославляю тебя, то есть читает семь благословений на шма каждый день. Это опасно, это не всем можно говорить, это пишется в Русалимском Талмуде, что каждый, кто читает семь благословений, шма семь благословений, вот если откроешь шахарит, мы читаем два благословения до и одно благословение после. Два до, это Йоцер Ор и Ахава Тулам, и после Гал Исраэль. А вечером у нас еще то же самое до и еще две после, потому что есть еще Ашквейну. Так вот эти вместе, эти семь благословений, кто их читает, про него можно сказать, что он исполнил и трудись над ней денно и ночно. То есть Всевышний как будто засчитает тебе, что ты 24 часа учил Тору. Шетхей, гята, йом, ва, лай, ла, шаве. Как будто ты в равной степени изучал Тору и днем, и ночью. Потому что, как в наше время не принято читать раздел про цицит ночью. И поэтому вечером сделали четыре благословения, потому что теряешь как бы упоминание цицита. Шетх, кисаха, коля, парашьет, ва, брахот, байом. Так, что здесь написано? Лахэн, поэтому установили в чтении Шма вечернем четыре благословения, чтобы в сумме парашьет и благословений ночью шесть было по сумме всех парашьет и благословений днем. А, ну, правильно. Потому что днем у тебя три брахи, но четыре митцвы, а вечером у тебя будет четыре брахи и три митцвы. Но в итоге должно получиться одно и то же число. Окей. Леш умрим ли фиши аэрэв кодэм ла бокер. И есть, который объясняет так, что так как вечер наступает до утра, у нас день начинается с вечера, лахэн кавуар баабрахот, поэтому установили четыре благословения. Шэн ров, то есть больше благословений вечером. Бекрия шмашэль эрэв, шэ зрезим макдимин митцвы. Потому что зрезим есть такое правило, что люди должны быть расторопны и стараться делать заповеди как можно раньше. И более раннее митцвы имеет больше благословений. Окей. Начинаем мечту. Башахар мэварэх штайм лефанеха. Итак, утром мы произносим два благословения до шма. До шма. Перед шма. Что это? Это Биркат йоцерор, который начинается Баруха Таашэм, Йоцерор, в Рэхошэх, и заканчиваем Баруха Таашэм, Йоцерам и Урод. И благословение Ахават улам, или Ахавараба, который начинается Ахавараба, Афтану Ашэм, и так далее. И потом говорим Ахават улама Афтану, и заканчиваем Баруха Таашэм, Абухер бамо Исраэль, Беагава, и начинаем читать шма. Это две благословения до шма. Запоминайте, будем учить, потому что надо запомнить сейчас все. На фиши есть муха на беркат гусаро. И ахават олам, мы не начинаем словами барухата. Почему? Потому что есть такое правило, если два благословения идут одно за другим, и последнее закончилось барухата, то следующее не начинается с барухата. И ахат ле ахарега. Я на четвертом слове. Мишны. Четвертый. Да. И одно благословение после шма. Что это за благословение? Начинается оно словами а заканчивается барухата, и отсюда мы знаем, что берката геулам тоже не начинается с барухата, потому что она опять-таки в непосредственной близости к крият шма. И несмотря на то, что крият шма сама по себе, шма, она как бы разделяет между благословениями, тем не менее, мы должны как максимально приблизить слово эмет, истинно к окончанию шма. И это настолько важно, это как будто бы правило браха смуха или браха шале фанеха. Это то же самое, как будто два благословения идут одно за другим. А когда два благословения идут одно за другим, и предыдущее заканчивается словом барухата, то следующее с барухата не начинается. А вечером мы читаем два благословения до шма, и два после. Что за два до? Мы говорим барухата ашем, ашер бидворо, маари варавим, и заканчиваем барухата ашем, амаари варавим. И второе, ахават улам бит Исраэля меха, ахавта, и заканчиваем барухата ашем, охев это мой Исраэль. Да, охева мой Исраэль. А два благословения после шма, и заканчиваем барухата ашем, гаал Исраэль, а потом еще говорим ашкевейну, ашем элокейну, и заканчиваем барухата ашем, шомер амо Исраэль, лаад. Итого четыре благословения ночью, два до, два после шма. Ахата рука, ахат цара. Запоминайте, одно длинное, другое короткое. Вот тут надо понять, что значит длинное, и что значит короткое. Первое, что приходит в голову, ну как, длинное, это где много слов, короткое, которое короткое. Не так все просто. По мнению Раши, мушба, мусба, и альште абрахоч, ляхар кретшма, баэрэф. Речь идет, вот это то, что мы сказали последней фразой, одна длинная, другая короткая. Про что мы говорим? Про утро, про вечер. Раши понимает, что речь идет про вечерний шма, о котором мы сейчас говорили. И Мишна приходит научить тебя, что эмет ве эмуна, она длинное благословение, оно длинное, эмет ве эмуна, сколько мы читаем, да, потому что там много всего говорится в этой браке эмет ве эмуна. Там говорится про выход из Египта, про казнь первенцев, про рассечение Красного моря, тростникового. А в браке Ашкивейну она считается короткой. Почему? Потому что добавляет Мишна, там одна как бы тема, и мудрецы запретили добавлять или отклоняться от того, что было зафиксировано в браке. И говорит Мишна, там, где сказано удлинять, ты не имеешь права укорачивать, а там, где сказано укорачивать, ты не имеешь права разглагольствовать и удлинять. Имеется в виду благословение, которое мудрецы сказали читать длинными, ты не имеешь права укорачивать. И то же самое наоборот. Рамам объясняет это так. Что значит одна длинная, другая короткая? На самом деле речь идет на оба благословения, которые перед шма. Как утром, так и вечером. Каждое благословение открывается барух и заканчивается барух. Вот такое благословение называется арука. Даже если оно очень короткое, но если оно начинается с барух и заканчивается барух, это называется длинное благословение. У него есть начало и конец. Но та, которая, хоть оно очень длинное, как им это называют, но она не начинается с барух или не заканчивается барух, называется кцарат. И это, что имеет в виду Мишна, Так получается тогда, что, по мнению Рамбама, утром Йоцер Ор называется длинная браха. Мы начинаем с баруха и заканчиваем баруха Таашем Йоцер Амэурот. Она начинается и заканчивается баруха. А браха Ахава Раба ровно на воду. Она длинная благословение, но она называется коротким. Почему? Потому что она начинается без баруха. То же самое вечером. Мы говорим Маари в Аравим. Это называется длинная браха, хотя она короткая. Потому что она начинается с барух и заканчивается барух. А как раз таки Браха Ахава Тулаам называется короткой. Потому что она не начинается и не заканчивается с баруха. Не начинается с баруха. У мастефа продолжает мяшу научить нас следующему. Что там, где нужно удлинять, нельзя укорачивать. Ни укорачивать, не удлинять. Что имеется ввиду? То благословение, которое мудрецы постановили, должно начинаться с барух и заканчиваться барух. Нельзя изменять и отходить от этого и делать из него к цару. То есть начинать с барух, но не заканчивать барух. Или только заканчивать барух. Так делать нельзя. И то же самое наоборот. Лахтом. И там, где мудрецы сказали запечатывать, ты не имеешь права не запечатывать. То есть там, где в формуле благословения, в конце благословения снова говорится баруха Таашем, ты обязан говорить баруха Таашем и не можешь не запечатывать. То есть не говорить этого. Как, например, благословение на фрукты. Все, ты ешь фрукт. А по идее нужно было еще запечатывать, например. В благословении, где фрукт, там нет печати. Ты говоришь и все. Но, например, ашер я цар. Ты говоришь баруха Таашем, ашер я цар. И в конце баруха Таашем, опять баруха Таашем. Это называется запечатанная браха. Это называется браха Арука. Так вот там, где мудрецы постановили, что благословение, оно начинается с благословения и запечатано тоже благословением, не имеешь права изменять. И то же самое наоборот. Почему в некоторых благословениях, там большинство, да, на фрукты, на овощи, на телат, у нас нет печати. Потому что в очень коротком благословении, где только одна тема, начало, как бы, и есть печать. Ну, куда там еще, да, говорить. Вот Бурене Фашон у нас, баруха Таашем, да, и баруха Таашем, тоже там баруха, баруха, почти. Но в основных благословениях у нас просто баруха Таашем, аль на телат ядаем. Мы не говорим слово баруха Таашем, аль на телат ядаем. Все. Почему? Потому что одна тема. Так объясняет Рабья Киваегин. Можем, кстати, сделать еще одну мешну, если есть силы. Большая, да, она большая. Окей. Сейчас все мечтают большие, и они очень ключевые, поэтому надо прям, они все Аллахан и Маасе, они очень практичные. То есть, если остальные у нас будет Седр Зраим, мы будем учить вещи, которые только, если ты живешь в Эр-Цесраэле, да, то сейчас у нас супер-супер актуальные мечтают. Они все прям надо знать наизусть, потому что мы читаем шма каждый день. Это наши молитвы. Мы должны разбираться, что мы читаем, в какой последовательности, почему. Как, что называется, что делать, если прервался. Все, что мы будем учить, очень-очень, как бы, да, актуально. А сегодняшняя мечтат посвящается лейлу нишмат, возвышение души. Ребека бат Акиба, она она уда мини-Наоми. Авраа, бан ИосStud, она уда мини-Тамара. Ави, Мури Рафаэль, бан Иос ruble в судом, она элла мини-Тамара. Акиба, бан Рун, она уда мини-Ребека. Наоми, бат Аяков, она уда мини-Милиям. Яков, пара акива, она уда мини-Наоми. Роза Ботмисей, Дина Батлев, Елизавета Батлет, Маргарита Батлев, Мария Бат-Абра, Николай Бат-Абра, Лив Гоба Акива, Давид Бен-Хайм Гедалия, Татьяна Бат-Майя, Бат-Захарио, Б от Захария, Субтитры сделал DimaTorzok